Волейбол Волейбол это спортивная игра между двух команд, при которой каждая команда, находясь на своей стороне поля, стремится направить мяч так, чтобы он приземлился на стороне противника. Игра в волейбол появилась в 1895 году. Ее изобретателем считают Уильяма Джорджа Моргана. Давайте повторим правила игры в волейбол. Играют в волейбол на специальной прямоугольной площадке 18 на 9 метров, разделенной посередине сеткой. Играют в волейбол специальным мячом. Цель игры – ударить мяч так, чтобы он упал на стороне противника, или заставить противника допустить ошибку. От каждой команды на поле находится по 6 игроков. Каждый игрок находится в своей зоне, перемещаясь после каждого перехода хода в соседнюю зону по часовой стрелке. Все действия с мячом производятся только руками. В крайнем случае можно отбить мяч головой. Но нельзя задерживать мяч у себя более чем на 2 секунды. Игра идет 3 партии. Каждая партия ведется до 25 очков. Одну очко начисляют в следующих случаях. Мяч коснулся земли на стороне противника. Бросок противника в сетку или в аут. Касание противником сетки. Заступ противника на чужую половину площадки. Заступ противника за линию подачи. Четвертое и последующие касания мяча командой противника. Двойное касание мяча одним и тем же игроком. К основным элементам в волейболе относятся подача, прием, пас, передача, нападающий удар и блок. Давайте вспомним, какие способы передачи мяча в волейболе бывают. Нижняя передача двумя руками. Нижняя передача одной рукой. Верхняя передача двумя руками. Верхняя передача одной рукой. В этом уроке подробнее остановимся на передаче мяча сверху двумя руками. В ожидании передачи мяча сверху двумя руками игрок принимает стойку готовности, выставляет одну ногу впереди другой, в зависимости от того, откуда ожидается подача. Вес находится на впереди стоящей ноге. Далее игрок перемещается к мячу шагом или бегом и занимает позицию для передачи. Ноги должны быть согнуты в локтях и подняты, кисти вынесены вперед. Указательные и большие пальцы рук должны образовывать треугольник, через который игрок наблюдает за летящим мячом. При приближении мяча ноги разгибаются в коленях, а руки разгибаются в локтях, задавая направление движения мяча. Выполняется удар по мячу. Если мяч летит высоко, то выполняется передача в прыжке. В таком случае выполняется разбег и прыжок. Во время взлета руки выносят так, чтобы кисти были несколько выше над головой, чем при выполнении передачи в опорном положении. Самым эффективным будет удар, когда игрок находится в наивысшей точке полета.